Ну хорошо, тогда мы начинаем. Я как всегда рекомендую строительные кисти для старта картин. Ими быстро, легко набирать, мощно набирать, экспрессивно в случае необходимости. В данном случае нет такой серьезной необходимости на экспрессию, но в других случаях очень хорошо. На этих видео многих вы не раз ее встретите, эту кисть. Чем хороши такие кисти, особенно те, которые имитируют щетину. В данном случае это щетина. Она даже не имитация. Плотность ворса высокая, то есть целых три ряда. Это практически тройная кисть из благородных. Ну и в пересчете на благородные. Поэтому ею мощно, можно закладывать холст, вытворять какие-то чудеса. Советую. Итак, возьмем жидкость. Возьмем кадмий красный. Жидкость это чистый разбавитель. И можно даже больше не разжижая. Полностью избавим холст от белости каркасным цветом. Каркасный цвет здесь. Вот этот морковный. К кадмию красному светлому я добавил желтый. И чуть-чуть белил. И вот такая чуть белесая оранжевизна. И вот так вот. Деликатно подходим к краям. Для того, чтобы не обрызгать работы, которые обычно в мастерской проставлены. Краски нужно будет заложить столько. Чтобы мастихину было что придавить практически до глянцевого состояния. То есть удавленная краска должна стать глянцевой. Вы видели, что она еще не хочет становиться глянцевой. Поэтому нагнетаю вещество еще. Чуть разбеленнее кадмий красный на передний план. Чуть менее желтый. Чуть более разбелен. Практически покрашенный холст. Вы видите вязкость краски заставляет подпрыгивать мольберт. И наконец на самый передний план я разбеливаю розовый. Можно посмотреть на палитру. Вот здесь у меня уже розовит. Разбеленный розовит. Кашистость краски, я думаю, тоже видна. Набранная на холст кашистость. И удавливаю. Появляется эффект глянца. То есть раздавленная краска в нашем случае нам нужна именно в состоянии глянцевости. Желтые светики в небе отражаются. И вот таким зигзагом их подложим. И тоже загоним в вертикаль отраженностей. Чуть-чуть собью отраженность и снова создам. Вся поверхность стала глянцевой. То есть от рыхлого состояния, от кашистого состояния красочка перешла в состоянии глянца. Немного соберу вещество с палитры и скину его сюда, в бачок. Она нам еще пригодится, эта краска. Мастихином смотрим на палитру. Беру розовый разбил. Потемнее беру. И создадим вот такие нарядные облачные проявления. Причем вы видите этот провис. Такое провисание дает эффект ухода в перспективу. Поэтому лучше пусть эти два крыла облаков станут вот с таким провисанием. Они как бы конструктив небу дают. Здесь у нас тоже облака. Но они идут как бы вот шторочкой. Теперь у нас яркие, нарядные желтые просветы закатного или утреннего солнца. Их заложим. Можно их чуть помоделировать. Чуть помоделировать. Ну понятно, что это все сдавлено туда к верхней части формата. То есть максимум треть до линии горизонта. Линию горизонта пока тоже наметим розовым. для того, чтобы не напачкать не напачкать вот этими синюшными и зеленюшными цветами создадим себе вот такую очень приблизительную линию горизонта. Вы видите, что на фотоматериале она ровная. Совсем ровная. Я ее сделал как бы гористой для интересности дальника. Любое содержание гор вот такой зубчатый характер сгодится. На переднем плане тоже розовый отсечем нижнюю часть формата передний план от водяной глади. Пока тоже наброска во себе отметим эту часть. И вот у нас появляется уже необходимость или давайте вы сделаете эту часть работы я подожду и продолжим дальше. Обратите внимание, что розовые облака темнее, чем морковный закат. то есть розовый меньше разбеливаем. Пока вы делаете набор краски на холст я вам анонсирую вот первый сеанс будущей картины с лилиями. Это будет по-сухому дальнейший второй сеанс. Просто анонсирую, чтобы вы знали, что будут новые видео. И второй цветочек дай. и вот тоже будет по-сухому продолжена вот такая милота. Это как бы первая закладка. Я думаю, она вам понравится, потому что здесь использован проектор для исполнения этих цветов и вы сможете познакомиться с этой технологией, которой пользуется весь цивилизованный мир. и вам советую пользоваться. Так, а волка мы еще не... Волка еще покажи. Волк без пяти минут готов. Тоже ему нужно было по-сухому острия шерсти сделать, поэтому как только я их сделаю, будет и это видео вот с таким волком. Знаю, что на него был очень большой спрос среди голосующих. Так, а мы продолжим. Теперь я возьму благородненькую кисть. Вот такую обычную. хорошую благородную кисть. И наш розовый. Смотрим на палитру. Разбавитель у меня чистый разбавитель без всяких масла, лаков. К нашему розовому добавляю синий. Получился вот такой цвет. и вот эти облака кудрявые вдоль линии горизонта с фиолетовиной естественно получаются, поскольку синий подмешался. уже адаптируя эти облака к будущим скалкам накидаю. то есть они будут идти за за вот этой грядой скал. Но прежде чем гряду скал написать, лучше дать облака и заслонить их скалами. Поэтому мы такое предварительное сделали обозначение скал. Вы видите, синий замигал смешанный с розовым. Чуть светлее его макушки этих облаков. смуглее низушки. Этот же цвет разбил розового не красного именно розового с ультрамарином. Которого я не довыдал. подрежем линию гор. Конечно, она должна быть ровной, максимально ровной. И очень часто это трудно дается. Но идея в том, что вы кладете кисть на холст и тянете ее, тянете. Кладем и тянем.